Здравствуйте, уважаемые зрители. У нас сегодня в студии Константин Анатольевич Бабкин, известный промышленник, совладелец компании Росси-Маш. Мы поговорим о промышленной политике сейчас в период СВО. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю одну давнишнюю историю, связанную с вами, вы мне ее рассказывали, но хотел бы, чтобы вы ее напомнили нашим зрителям, может, кто не знает, как вы беседовали с Путиным на тему, почему завод остается в Канаде. Ведь известно, что у вас есть активы, по крайней мере, тогда были в Канаде и в России. И Путин, насколько мне известно, с ваших слов, потребовал неких доказательств, почему невыгодно на тот момент переносить производство из Канады в Россию. Помните эту историю, конечно же, да? И вы тогда представили такую известную аналитичку, которая достаточно громко прогремела. То есть, по сути, очертили издержки. Давайте вот по прошествии скольких уже лет вновь пройдемся по этим пунктам. И, может быть, вы скажете, что-то изменилось к лучшему по этим пунктам. Сейчас, во времена, когда говорят, что... Ну, в очередной раз, конечно, очевидно стало, что нужно иметь свою сильную промышленность, нужно импортозамещение, нужен протекционизм, об этом многие говорят. Ну, вот прошло много времени, давайте попытаемся оценить это вместе. Давайте. Ну, да, эта история, это, по-моему, год десятый, наверное. Мы в восьмом году Ростельмаш... Ну, мы решили, встали перед необходимостью производить не только комбайны, чем всегда, 70 лет до этого занимался Ростельмаш, но и расширять линейку, тракторы хотим производить. Посмотрели разные возможности, там, как освоить трактор с нуля на Ростельмаши, посмотрели возможность купить завод тракторный в России, где-то в соседних странах, в несоседних странах. И вот изучив все эти возможности, мы поняли, что лучше всего, самый оптимальный вариант, это купить завод, приобрести тракторный завод в Канаде. Ну, и там вот он производил большие тракторы, и вместе с нашими большими комбайнами, вот, большие тракторы, это будет органично смотреться. Вот, и еще раз, это все было, решение о покупке было принято на основании, там, изучений, поездок, обсчетов, и оказалось, что вот не здесь, не у соседей, а в Канаде выгоднее все там производить, и выгоднее, проще всего, приобрести готовый бизнес-завод. Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Прошло с тех пор вот пара-тройка лет, и было совещание под Ставрополем, где-то в полях, по развитию сельского хозяйства. Там Владимир Владимирович ввел это совещание, я что-то на нем выступил, сказал там, что это по перспективах сельского хозяйства. Он потом уже все встали, выходили, и он, проходя там мимо людей, на выход остановился возле меня и говорит, а все-таки я вот не понимаю, а почему вот у вас заводы там и здесь, почему вы сюда-то не переносите заводы из Канады, почему не здесь тракторы производите? Я говорю, ну коммерческого смысла нет. Как нет? Говорю, ну там налоги ниже, кредиты дешевле, там поддержка экспорта. Он говорит, что и налоги там ниже? Говорю, да, ну окей, ну напиши записку. Говорю, ну хорошо, хорошо, а кому направлять? Ну мы там с ребятами все это посчитали, запросили дополнительную информацию у наших канадцев, и получилась записка, ну страниц на 5, наверное, и там 15 пунктов, как сейчас помню. Вот налоги, стоимость газа, электричество, перевозок, количество проверок, сколько на бухгалтерию надо тратиться. И вот из этих там 15 пунктов в пользу России два. Какие? Дешевый газ и низкая зарплата. Вот все остальное против. Кредиты, электричество там значительно дешевле. Давайте зафиксируем, там электричество дешевле, чем у нас было на тот момент. В два раза, да. Так. Вот, зарплата более низкая, но за счет того, что в России на зарплату налоги более высокие, то работник для фирмы обходится в те же деньги, что и в Канаде для фирмы. Вот, вот, вот. Ну и как бы опубликовали, отправил Белоусову. Продождал две недели, никакой реакции не было. Ну, я выложил у тебя в ЖЖ, в интернет. Ну, и действительно, разошлось это так. Это прочитали народ. Но официальной реакции какой-то там, ну, не последовало. Меня никто не вызвал, сказал, вот ты здесь наврал или там проясни здесь вот это вот, расшифруй, что ты имел в виду. Ну, ничего, типа не заметили. Вот вы спросите, а все-таки действительно бесследно прошло? Ну, наверное, нет. Вот, ну, тут, наверное, наслоилось, что вот все-таки она как-то, ну, кто-то в правительстве стал понимать, что, типа, промышленность нельзя гнобить, там, что-то на нее надо внимание обращать. Ну, тут еще 14-й год, волна санкций, там, развод с Западом такой эмоциональный, как бы, идеологический. И появились меры поддержки, начали появляться. Там такие субсидии, там, протекционизм иногда, там, чуть-чуть появилось. Фонд развития промышленности был создан, и начали какие-то льготные кредиты выдаваться. Вот. Ну, это все привело к тому, что в 2010 году Росельмаш был на грани выживания. Вот все шло к тому, что нас не будет. Страна вступает в ВТО, там, Чубайс, Шувалов, там, Набиулина, Греф, Аграве, там, и правительство, ну, фактически. И они, там, тащат сюда фирмы, там, западные, ну, западные в основном. Создавайте, там, сборку, мы вам льготы такие дадим, оттуда вам тоже льготы дадут. Вот. И ездили они, там, открывали эти все автосборочные, комбайно-сборочные заводы. А мы были вообще на периферии, там, вы, ну, нас рисовали, вы, там, Росельмаш, гигант, советский, отсталый, и вы тут деньги вымогаете, вы вообще, там, это, работать не умеете. Вот. И реально все шло к тому, что постепенно, ну, не будет Росельмаша. И вот это выражалось в том, что вот мы купили завод в Канаде. То есть проинвестировали, вложили 170 миллионов долларов туда. Вот не сюда, а туда. Вот. Ну, просто, ну, капитализм, логика такая. Вот мы-то, это все к тому шло. Ну, вот, 14-й год, вот, что-то начало меняться, начали появляться меры поддержки, этих ребят по чуть-чуть отодвинули, ну, и как-то у нас пошло дело. Мы, там, сельхозмашиностроение выросло вот с 14-го года по 23-й, ну, раза в 4, наверное. В целом, постоянно. Ну, в целом, да. Вот 70 заводов у нас сельхозмашиностроение. Вот, вот, там, статистика показывает, что оно выросло и выжило. И оно занимало, там, в 10-м, 12-м году 24% российского рынка. Все остальное уже импорт был, и все это доля снижалась. Ну, сейчас мы, там, 80 плюс, там, 86, вот. То есть мы потеснили Запад. Вот, 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 вот. Ну, это как, вы спросите, ну, и что, все хорошо, да? Все, там, теперь должны заводы строить. Ну, как бы, это не происходит. Нет, потому что, ну, научились, вот, точечные меры поддержки какие-то, там, ну, гормко кричишь, на тебе, там, кредитик, там, нарисовал очень убедительный проект, ну, хорошо, вот, ФРП тебя поддержит. Вот, но в целом, вот, экономическая политика осталась та же. У нас налоги с тех пор ни один не снижен, все только вверх. Политика Центробанка была жесткая, а сейчас она запредельно жесткая. Как поконкретнее? Что конкретнее? 20% годовых, ну, реальный кредит. Ну, это, ну, все это, это все невозможно в банке кредитоваться. И где же вы тогда кредитуетесь? Ну, вот, для нас, для Россельмаша, доступны вот эти вот фонд развития промышленности. Вот мы сейчас, там, должны им, там, какие-то 8 миллиардов рублей. Вот, ну, мы выживаем, мы, как мы, производители конечной продукции. Более-менее вот эти 70 заводов, они живут сегодня в России, вот это сельхозмашиностроительных. Но если копнуть дальше, там, производители подшипников, там, литейные заводы, резинотехнические изделия, двигатели, туда никто не инвестирует. Почему? Ну, потому что, ну, как бы, это такие заводы, они, как правило, часто маленькие заводы в небольших городах, и на них никто не обращал внимания, и они просто не могут, ну, по своим финансовым показателям, получить льготные кредиты. Ну, там, они должны в бюджет, там, у них нету залоговой базы. Ну, ну, и просто вот для того, чтобы... В комбайне 23 тысячи деталей, вот, и все эти 20... Каждую из этих 23 тысяч деталей должен кто-то, специалист, очень фанатичный, хорошо производить. Если он не фанатичный, то плохие болты, плохая краска, плохая резина, значит, комбайн плохой. Вот, то есть там нужны ребята, ну, должны эти заводы жить, и их нужно поддерживать. Ну, вот, то есть эти десятки тысяч заводов, десятки тысяч коллективов, ну, фонд развития промышленности, он, как бы, там будут сидеть супергении, они не смогут десятки тысяч, сотни тысяч предприятий понять, кто сворует, кто нет, правильно, прокредитовать, вот, невозможно такими, чисто административно, вот, в таком ручном режиме поддерживать всех. Мы говорим, ну, меняйте политику, всю вы политику меняете, не сделайте высокие налоги, а потом из этих огромных собранных денег, там, кому-то давать, кому-то не давать. Это все ручной режим. Снизьте налоги, чтобы все, вот, кто хочет производить, ну, просто вот они, ну, как бы, мало отдавали вам, вот. И у вас не будет работы, вас все будут хвалить, ну, вы, правительство, да? Ну, нет. Ну, а Центробанк, ну, вообще, это, как бы, понятно. Вот Центробанк, что такое Центробанк? Вот эта ключевая ставка, я не знаю, еще там 17, ну, короче, кредит стоит в России 20%. Это что значит? Она, все деньги, вот, которые есть в стране, она, говорят, несите, товарищи, это все деньги в банки, там, в Сбербанк, там, Альфа-банк и Тинькофф, все остальные уже поуничтожали на банке, вот там, вы монопольно эти банки несите, эти банки под ключевую ставку кладут эти деньги в ЦБ, и она, вот эти деньги отсосав из экономики, не из реального сектора, запретив эти деньги, этим деньгам идти в реальный сектор, на эти деньги начисляет каждый год по 17% годовых. То есть запрещает развитие экономики, при этом печатает огромное количество денег. Вот, просто из воздуха, как бы, вот она придумывает эти безумные 17% годовых. Вот, таким образом, еще раз, в отсутствии развития экономики, она печатает деньги. Это ведет к увеличению инфляции. Она говорит, ну, вот видите инфляцию, надо с ней бороться, давайте еще повысим ключевую ставку. Печатает еще больше денег, еще больше инфляции, говорит, ну, давайте с ней бороться, и борется, борется, борется. Вот, ну, это как бы, при этом, вот, вот мир, где живет руководство Центробанка, в этом мире нет реальной экономики. Вот они просто, вот, я не знаю, может, нет, ну, то есть это все выливается в то, что, ну, деньги реальный сектор получает, ну, и только иногда, только, там, при большом стечении обстоятельств, и далеко не всем эти деньги, там, на развитие доступны. Это значит, что мы же развиваемся, как, там, какой-нибудь Собакевич, там, когда, вот, в начале 19 века, там, не было банковской системы. Вот каждый, там, накопил, там, нарубил лес, вот, построил избу, там, 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 еще что-то заработал, вырастил хлеб, продал хлеб. Бартер, проще говоря. Ну, бартер и за счет собственных ресурсов. Вот, а со временем, сейчас-то мир живет на двое эпохи позже, вот, в финансовом плане, там, в конец 19 века какой-нибудь, там, ну, либо форт, либо наши какие-нибудь, Савва Мамонтов, говорят, вот, у меня есть проект, хочу железную дорогу в Мурманск построить. У меня денег, понятно, на это нет. Вот я выпускаю, там, акции, продаю их, получаю огромные ресурсы и строю эту железную дорогу, она потом работает, вот, все владельцы акций, там, довольны, да. Вот, у нас это запрещено, как бы, это нет рынка акций, потому что никакая железная дорога до Мурманска не может 17% годовых, 20% годовых давать. Проще ничем не рисковать лежать у Набиулиной деньги в Центробанке. Вот, а потом Кейнс пришел в Америку, да, и сказал, все это там акции, ничего не нужно. Вот, ну, или как, ну, сегодня этот Илон Маск говорит, а я вот построю Теслу, а еще я город солнечных батарей построю и отправлю всех на Марс. Нарисовал проекты, федеральная резервная система под, там, 0,4 годовых выпустила деньги на Маск. Ладно, мы тебе поверили, строй свои, там, гиперлупы. И он построил, стал самым крупнейшим, там, компанией в мире, там, богатейший человек. То есть он даже не занимал ни у кого, просто, ну, как, ну, не то, что ни у кого, эти деньги, вот, он не взял у Сидорова, Петрова, там, и Джона, там, еще какого-то. Просто эти придуманные, вот, просто они нарисовали эти деньги. Напечатали, проще говоря. Напечатали, но они напечатали так, что это все превращается в реальные проекты, в Теслу, тоже, в полеты на Венеру, там, на Марс. А наша Набиулина печатает так, что нельзя летать, не мечтай о Венере и Марсе, не строй электромобили, просто вот положи деньги в банк, я буду на них печатать. Только ничего не делай. Ну, при этом, да, есть там, еще раз, какие-то инструменты, которые сглаживают какие-то острые моменты, но так развиваться нельзя, проблема осталась. Ну, смотрите, если брать те пункты, то понятно. Кредит, вот я слышу от вас, как был дорогим, так и остался, за некоторыми исключениями. Налоги, как были высокими, так стали еще выше. Что еще? Цены на электричество. Так и не стали у нас меньше, чем в Канаде? Ну, я сейчас, ну, да, они остались. Более дорогие, электричество у нас процентов на 30 дороже, чем в Казахстане, процентов на 40 дороже, чем в Китае. Да, у нас неоправданно высокая вот эта цена электричества, энергии. Хотя мы, типа, энергетическая сверхдержава, у нас есть атом, газ, нефть. Ну, нифига, вот как так построена система, что дороже. А в чем дело? Завышенные, на ваш взгляд, цены? Или они обоснованные? Ну, просто издержки такие. Налоговая система. Опять? Опять, опять. Ну, так налоговая система, в первую очередь, построена так, что вот государство... Ну, да, налоговая система... Для правительства сегодня голос бизнеса. Это кто такое? Бюро РСПП. Что там сидит? Там газовики, нефтяники, металлурги, те, кто лес, там круглый рубит, вывозит, да, удобрения. Вот сырьевики, короче. Сырьевики-экспортеры. Это все... Ну, вся налоговая политика, денежно-кредитная политика. Им не надо эти ваши там рублевые кредиты, они там привыкли на Западе кредитоваться. Да вообще у них такая рентабельность, что им кредиты вообще нафиг не надо, и не важны они для них. Вот. Но при этом вот они построили такую налог... Ну, государство, опираясь на их интересы, построило такую налоговую систему, что у нас металл стоит значительно дороже, российский металл на нашем рынке, стоит дороже, процентов на 10-15, чем тот же российский металл на рынке Германии. То есть они, там, тут и, короче, и электричество, и газ... Ну, нет, газ нет, газ вот исключение. Металл продают по ценам выше, чем за границей. Почему? Здесь внутри страны. Да, здесь внутри страны. Тоже из-за налогов? Ну, да. В первую очередь. Ну, налоги, пошлины. Пошлины на экспорт сырья у нас нет. Все, везите туда. Это мы стимулируем, вывоз сырья. А здесь продавайте подороже, ну, и зарабатывайте прибыль, ну, и мы акцизы введем. Что такое акциз? Вот они сейчас опять повышают акциз на удобрения. Это значит, что акциз платят, ну, все. То есть это значит, что, ну, себестоимость добычи удобрения такая, ну, при этом ты должен заплатить акциз. Ты вот, себестоимость твоя повышается. Государство, ну, забирает, ну, фактически ведет к тому, что вот это вот сырье неоправданно дорого стоит на внутреннем рынке. Казалось бы, должен быть тогда большой импорт, раз у нас дороже, чем у них. Большой импорт этих вот товаров есть? Опять же, по-вашему уже, ну, как говорится, законы рынка. Вы вынесли деньги за границу, потому что там было удобнее. Тогда по этой логике, если у нас дороже продукции определенные, тогда будут импортировать, раз там дешевле за рубежом. Есть такое? Или там стоят кошины заградительные? То есть не получается закупиться? Ну, я так скажу, что вот мы производим технику, там, комбайны, вот китайский, ну, станок, подшипник, трансмиссия. Она стоит процентов на 20 дешевле, чем вот сделать трансмиссию здесь. И мы везем этот наш российский металл в виде готовых машин. Раньше из Германии, сейчас из Китая. Строительно-дорожная техника, станки. Это все мы импортируем не металл, а импортируем вот машины. Готовую продукцию. Да, сделаны из металла. Вот простые массовые виды металла, там, листовое, лист, там, не знаю, рельсы. Ну, слава богу, пока не везем. Но ситуация выглядит так, что, вернее, утонченные виды металла, там, какие-то для стрелы крана, подшипниковые, высокосортные, там, или низ, как сказать, ну, небольшого ассортимента какие-то специальные стали для тех же шестеренов, мы везем, ну, везли из Швеции. Сейчас вот из Китая везем. Вот эти вот просто, ну, заготовки металлические, это есть. Вот, ну, массовый, там, вот лист просто железный для корпусов комбайнов. Ну, нет, не везем. Но все равно там этот лист стоит дешевле. Ну, и ценообразование построено так, что, да, ты можешь купить в Германии этот лист, но наложится стоимость перевозки, ты здесь НДС заплатишь, там пошлина какая-то есть, да, процентиков 10. Ну, дойдешь до цены этого металла, который можешь купить там на магнитке. Ну, и, как бы, вот в массовом количестве такого нет, что мы такой массовый металл везем сюда. Но, как бы, еще раз, это не отменяет того, что он там дешевле. Понятно, понятно. Это просто по ходу дела вопросы. Дальше зарплата. Как сейчас с зарплатами обстоят дела? У нас, вот, ну, в данном случае, на вашей компании, у вашей компании, по сравнению, например, с Китаем, если можете сказать, сотрудник с одинаковой квалификацией у вас и в Китае, кто зарплату больше получает? В Китае получают больше. То есть у нас сейчас меньше получает рабочий, да, вы имеете в виду рабочий, чем китайский рабочий. Потом многие годы говорилось, что Китай выигрывает за счет того, что очень небольшие зарплаты. Но сейчас получается, вот согласно тому, что вы говорите, по вашим словам, в Китае зарплаты выше, чем в России. И все равно вкладывают деньги в Китай из-за рубежа, а у нас не вкладывают. Это верно или нет? Да. И все опять же по одной и той же причине, по большому счету, из-за налогов. Да. Ну, хорошо. Ну, а как вот вы думаете? Вы не можете, конечно, прочитать мысли наших руководителей. Ну, а вот как вы думаете, в чем дело? Почему они такие налоги вводят и поддерживают? Ну, вы знаете, я общался с каким-то количеством людей. Вот с каждым общаешься, ну, он говорит, ну, да, разумные вещи говоришь. Ну, надо же что-то менять. Ну, начинается. Это вне моих полномочий, там, как, я на Биолину не могу убедить или там ее поменять на кого-то. Ну, ты говоришь там о каких-то вещах. Ну, вот я сравниваю это, знаете, как вот человечество верило, что солнце вообще ходит вокруг, по небесной тверде вращается вокруг Земли, да. Вот. Ну, в этой мире они жили там сотни тысяч лет, люди, да, сколько за все свое существование. И научились предсказывать затмения, приливы, там, вот. Александр Македонский, там, 2-6 лет, там, Деновер, при битве, при Гавгамелах ему предсказали, что будет затмение. Ну, и нормально, короче, жили люди, и у них вообще проблем с этим не было. Вот. А потом, когда через там 2 тысячи лет пришел Галилей и сказал, ну, вот давайте посмотрим на мир вот так вот, там, Джордана Бруно. Кого-то из них, этих ребят, сожгли, кого-то там дурачком посчитали. Вот. И сотни тысяч, сотни лет, века потребовались человеку после этих вот открытий Кеплера для того, чтобы поверить, что вот оно вот работает наоборот, там, земля крутится вокруг солнца. А сейчас, ну, как вот в экономике. Когда-то мы жили в, ну, как сказать, ну, коммунизм строили. Команду административной системы. Ну, строили коммунизм и верили, что там все будет, ну, все должно быть государственным, да, там, вот все ведем там к светлому будущему. Ну, один подход там или взгляд на мир, да. Потом сказали, ой, что-то нет, давайте в другой парадигме поживем, поверим, что вот там все вращается не вокруг государства и коммунизма, да, а там не так движется, а человека, чтобы было там все хорошо и дружить с западом мы должны, все должно крутиться вокруг запада, ну, капитализм там, это открыли свой рынок, мы будем туда поставлять сырье, будем привозить сюда все остальное, ну, и нормально будем жить, вписываться в мировые производственные цепочки хотя бы на вторых ролях, Слава Кудрина. Вот. Ну, это парадигма, вера в то, что все должно крутиться вокруг запада, ну, она была достаточно продуктивной на какой-то момент, там, поднялся уровень жизни, там, избавились от дефицита колбасы, да, автомобилей, там, много стало на улицах, там, помоднее приоделись. И вот эта инерция, вот этой парадигмы, она уже у нас с перестройки, там, сколько уже, там, 80, если пятого считать, то почти 40 лет, получается. Вот она вот, ну, общество, это же массивная вещь, там, ее вот нельзя, вот там, один человек понял, там, что все непродуктивно, и как все начали, вот это, там, по-другому мыслить. Ну, это вот огромный организм, он накопил инерцию, и вроде все уже понимают, какая дружба с западом, блин, какой там справятся мировые производства цепочки, там, война уже идет, мы должны строить самодостаточную цивилизацию и комплексно развитую экономику. Все это на словах понимают, все говорят вот эти слова о том, что, там, какой запад, там, да, надо суверенитет свой завоевывать. Но при этом делают, все это, поезд продолжает ехать вот в старой парадигме, что, ну, налоги снижать, там, что, ну, бюро РСПП, по-прежнему у нас это вот главный, как бы, бизнес, у них деньги, там, у них мощь экономическая, у них там СМИ, у них там поддержка Запада, там, глянцевые обложки выходят на Биуллину, хватит в мировых журналах до сих пор, там, западных. Вот, ну, вот у них мощь такая, накопленная инерция, и как бы вот, и поезд идет никуда. Вот этот парадигма, этот подход, вера в то, что мы должны дружить с Западом, еще раз, умы, и каждый понимает, что это путь в никуда, это путь к деградации, там, да, но при этом вот, ну, не хватает воли, что ли, у народа же вот этого поменять. Ну, да, вот все говорят, а правительство, ну, что правительство, ну, правительство не висит в воздухе, и, ну, как бы, ну, народ же не уходит, говорит, что, ну, все хотим на завод, там, хотим производить, да, нафиг ваши комбайны, вот мы говорим, мы должны производить экскаваторы, ну, да, производите экскаваторы, мы должны свои экскаваторы производить, ну, говорите, мы говорим, ну, защитите рынок от китайцев, ну, нет, ну, нет, производите как-нибудь. И все. И нет у нас своих экскаваторов. А тут нужна какая-то воля, что ли, я не знаю, комплексная. Ну, нет. Как-то санкции повлияли на ваше производство? Да, ну, как повлияли? Ну, в 22-м году, вот летом у нас был, конечно, такой непростой период. Мы два месяца не могли производить комбайны. Потому что, ну, западные поставщики трансмиссий, там, стекол каких-то шестерен сказали, все, нет. Вот. Ну, и нам пришлось эти тысячи позиций переразмещать. Ну, либо в России, либо в дружественных странах. Большей частью в дружественных странах. Потому что в России, ну, как бы, нет такого бума какого-то экономического. Вот. Ну, и два месяца не могли, а сейчас заместились, и как-то, ну, нет. Вот мы производим столько машин, сколько надо. Сколько покупают крестьяне. А сколько покупают в год? Ну, 5-6 тысяч комбайнов у нас. Ну, в России, там, плюс еще две тысячи, там, вот, до 8 тысяч комбайнов. И рынок России. Это весь рынок? Да. Включая импорт? Да. А из них именно вы, ваш рост селемаш сколько закрывает процентов? 65. 65. Ну, то есть, фактически, вы почти монополист. Где-то близко к этому, да? Не знаю. Нет. Нет? Ну, как же? Если 65, ну, ваши же слова. Ну, 65, ну, как? Что же монополист, не монополист? Ну, конкуренция у нас живая. Постоянно какие-то бои там. У нас есть белорусы. Сейчас китайцы активно идут. Немцы их никуда не делись. Они меньше продают. Они продавали 1200 комбайнов, а сейчас продают 600. Ну, все равно конкуренты. Скажите, вот ваш комбайн, ну, какой-нибудь, любой, возьмите, наверное, самый распространенный. Сколько в нем наших деталей, сколько иностранных? Если по процентам посмотреть. Ну, если в деньгах померить, то процентов, наверное, 7 иностранных. А 93 наши? То есть можно вас поздравить с тем, что импортозамещение именно у вас идет хорошо? Ну, у нас уровень вот этой локализации гораздо выше, чем в других отраслях. В авиа, в гражданской авиации. Короче, в автомобилестроении или где-то в станках. Но все равно зависимость есть, да. 7% это уже не такая большая, да? Ну, да. А какие критические позиции вы никак не можете заместить? Откуда же 7% все-таки берется? Ну, да. Ну, двигатели, гидравлика. То есть вся гидравлика иностранная и двигатель? Две трети гидравлики иностранные, одна треть двигателей иностранных. Одна треть двигателей? Да. Ну, они двигатели разные. Небольшие, ну, или двигатели среднего размера, там, 200-300-50 лошадей в России производятся. Выше нет и ниже нет. А почему они не производятся? Не выгодно. Та же самая ситуация? Да. А раньше в советские времена производили? Да. Должны были производить? Да. Где производили? Расскажите поподробнее. Где двигатели производили? Да, вот такие крупные. На каких заводах? Ну, тут Таевский моторный завод был. В Харькове серп и молот дизельный производство. В Барнауле дизельный завод был. И что потом с ними стало? Челябинский производил. Все. Торговые центры, руины, там, все. Нету. И когда это все рухнуло? В 90-е? Ну, да. Ровно по той причине, о которой вы говорите. Все то же самое. Да. Просто единственное, вам удается держаться на плаву благодаря вот этих вот редким исключениям из правил. Ну, да. Вот если так вот подводить черту. Хорошо. Плохо. Нет, хорошо, что... Это плохо, это ужасно. Но, говорю, хорошо, понятно. Какие вы перспективы видите? Для нашей промышленности. Вот сейчас, во время СВО, как вы считаете, вот эти реалии как-то сподвигнут правительство все-таки пересмотреть отношения? Вы оптимист или нет? Я оптимист. Я верю, что у нас все может и будет все прекрасно. Ну, с этой точки зрения, что у нас будет тут развиваться производство. Те, кто занимается созиданием, будут получать большие зарплаты, будут уверенно смотреть в будущее. И наука у нас будет бурлеть, как было не так давно. Как-то вы говорите это с ироничными нотками в голосе. Понимаете? Ну, просто я 20 лет этого говорю. Вот я знаю, что этот момент придет. А когда он придет, я не знаю. Вот что должно еще случиться, чтобы вот эта вот воля такая появилась, посменить экономическую политику, чтобы правительство... И народ понял, что не бюро РСПП, это центр мира, а те, кто производит там линолеум для полов, это вот центр мира, их там председатель правительства должен собирать каждые две недели и спрашивать, что для вас еще надо сделать? Как снизить налоги, как электричество утоптать? Как политику Центробанка построить, чтобы ваш линолеум в Африку продавался? Ну, сейчас же этого нет. Допустим, вы бы были бы человеком, который принимает ключевые решения по экономике. С чего бы вы начали? Ну, надо сразу вот три вещи сделать. Вот одновременно. Изменить налоговую политику. То есть понизить до какого уровня? Конкретные цифры можете сказать? До какого уровня? Ну, как? Ну, тут нет такого... Ну, нет такого понятия. Еще раз. Просто перенастроить надо эту налоговую систему. Так вот, перенастроить, ну, как? Какое будет налоговое время? Ну, хорошо, ладно. Если до какого уровня? Вот в Казахстане 13% НДС. Можем мы себе позволить? Да, можем. Можем 10 позволить. Значит, 10% НДС должен быть. Отлично. И еще. Пошли на экспорт сырья ввести. Сейчас их нет вообще? Их вообще нет. Заменены. Так называемый налоговый маневр, то, что называется. Да. Вот что такое налоговый маневр? Никто не понимает, что такое. Налоговый маневр – это побольше взять, обложить этих сырьевиков внутренними налогами, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, сделать так, чтобы их продукция в России стоила дорого. А пошлины убрать. То есть сказать, ребята, везите туда, здесь перерабатывать не надо. Вот дорого продавайте свое сырье. Вот если вы будете производить бензин, вы мне еще акциз на бензин заплатите. Если вы будете инвестировать в переработку, вы заплатите с этих всех инвестиций, с этих затрат, кучу налогов. Обложим по полной. Если вы будете перерабатывать, вы будете платить зарплаты больше здесь, это мы тоже зарплаты больше, большие налоги возьмем. Даже не думайте, не занимайтесь этим. Везите на экспорт. И там у вас НДС не будете платить, мы вам вернем НДС. Пошлины мы с вас не возьмем. Возвращение НДС, да, сохраняется. Вот. Так надо делать то же самое, только наоборот. Не везите туда, а то обложим вас по полной. А здесь оставляйте, перерабатывайте, делайте так, чтобы у вас дешево это все покупали. Сами инвестируйте в эту переработку. Если будете инвестировать, мы вам дадим инвест-люготы. Мы с вас вообще не будем брать налоги с этих ваших затрат. Вот как-то повернуть вот так вот. Я надеюсь, понятно говорю. Да, конечно. То есть, грубо говоря, просто поставить буквы Н и Е. Не. Да. Не то, не то. Вот как сейчас, только надо поставить не. Да, да, да. Правильно? Да, да. Все как сейчас, только наоборот делать. То есть, ваша идея именно в этом? Ну, да, да, да. Вы с тех пор с Путиным встречались как-то? Со времен той аналитички? Ну, да. Он приезжал на Русельмаш даже, да, когда-то. Я говорю, вот есть предложение, вот там, может, посмотрим. Ну, как-то не отреагировал. Нет. Не знаю. Ну, вот есть у меня там, типа. Не твое дело. Говори про комбайн. А у вас были предложения шире комбайн? Ну, да. Понятно. Если бы вы оценили перспективы... Извините, вот спросили, пункты раз, два, три. Надо три вещи одновременно сделать. Вот если просто снизить налоги, ну, как бы не будет работать. Ну, конечно. Вот. Нужно еще протекционизм. Вот если там в Китае они мощно накопили, там низкие налоги, они субсидируют экспорт машин сюда. Поэтому нужно протекционизм, защищать наших производителей. Ну, то есть ставим импортные пошлины повыше, правильно? Да. Выравнивая они условия конкуренции. Выравнивая. Да. Они просто говорят, а вы там запретить хотите там... Нет, это не запретительные меры. Это не отменяет импорта. Да, да. То есть все должно быть заточено на то, чтобы в России были условия для производства не хуже, чем в других странах. А лучше бы лучше. А лучше бы лучше. И вот я вот еще раз верю, что у нас могут... Можно создать такие условия, что они действительно будут лучше, чем в других странах. И не надо будет никаких пошлин. Потому что у нас будут низкие налоги, дешевые кредиты, электричество дешево, металл дешево. На же, потому что он здесь выкапывается. И нефть тут у нас своя, там, энергии, там, как вот... Атомная энергетика, слава богу, еще одна из самых мощных. Вот. То есть и не надо будет пошлин. Ну, пока этого не произошло, пошлины нужны. Вот. И такие сейчас существенные процентов в 25-30. Вот они бы несколько исправили бы ситуацию. Должны быть 25-30, а сейчас они сколько? Ноль. Вот в сельхозтехнике, в строительно-дорожной технике ноль. Нет их. Вот. Еще раз. Ну, да. И все это должно подписываться дешевыми кредитами, доступными. Обновляй ключевую ставку. Вот. И это все надо сделать, три вещи одновременно. Вот. Еще раз. Налоговая реформа, денежно-кредитная политика изменить и протекционизм применять. И все поедет. Все там бросятся не вывозить шерсть там. Ну, просто там, ну, легкая промышленность. Ну, будет, народ пойдет развиваться. Развивать реальный сектор. Чего мы, собственно, и хотим. Это ключ к ответам на все вопросы. Технологический суверенитет, востребованность образования, востребованность людей, демографии, науки. Уверенность в будущем, это значит, демографическая, как бы, попроще будет. Народ охотнее станет создавать семьи. Это доходы, это значит, дом он может купить там, построить. Вот. Это опять развитие экономики. Вот вы, как человек, практический экономист, экономист, практик, можете ли посмотреть на мир и сказать, действительно ли Китай и вообще Юго-Восточная Азия станет гегемоном мира в ближайшие там 10-20 лет? Или это преувеличение? Ну, они очень мощны, конечно. В промышленности, да, 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 просто на глазах, вот я езжу туда, прям бум-бум-бум, такие компетенции, такой масштаб, они там... Часто бываете, в Китае? Ну, нет, раз в 3-4 был. Ну, прям все равно это видно. Раньше, вот я в 90-е годы участвовал в сделках, продавали автомобили «Москвич» в Китай. Китайцы говорят, у, хорошую машину, давай вези еще. Ну, и где сейчас наш «Москвич»? Вернее, вот наш «Москвич» собирает китайские электромобили, да, ну, вот мир вот так вот повернулся. Вот, 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 ну, не, моя модель такая, что мир распадется или как, ну, да, будет состоять из набора цивилизаций. Мы тут будем жить самодостаточно, Запад будет жить самодостаточно, Китай, ну, с окружающими соседями, ну, тоже мощную свою цивилизацию в экономическом, культурном плане разовьет. Арабы, наверное, как-то так. Ну, то есть, мир будет состоять из кусков, как это, многополярный мир. И вот, я думаю, что не будет одна какая-то там, ну, раньше Запад, и завтра Китай, ну, нет, не будет, мне кажется. Мы, по крайней мере, должны все для этого сделать. А почему вы так думаете? На каких основаниях это базируется, эта точка зрения? Глобализация уже, наверное, лет 500, если считать, с Испанской империей. Что вы имеете в виду? Ну, уже столько лет. До начала великих географических открытий. Примерно так, Ну, когда этот корабль из Манилы плывет через Тихий океан в Америку, там перегружается товар и везется из Америки в Европу, в Западную, то есть, в одну сторону золота, туда там специи, туда там еще чего-то, и на самом деле мир глобален уже очень многие сотни лет. И вдруг, как вы говорите, поменяется ситуация. Если корабль ходил в Манилу, это не значит, что мир глобален. как бы, да, мир общался там 500 лет, и вот великие географические открытия дали вот, ну, Запад привели к доминированию, да, они устраивали китайские, в Китае устраивали опиумные войны. Китай, 6 тысяч англичан приезжают и ставят на рога Китай, там, заберут столицу, одну там, другой там, город. Ну, сейчас такого больше не будет. Китай, 6 тысяч англичан, куда, в кой Китай приплывут. Ну, я вам скажу, как может быть. А финансовые сети, мировая финансовая система, в чьих руках? Там, пожалуй, наверное, чем 6 тысяч ключевых бизнесменов, их держат, эти сети. Ну, все это, мировая финансовая система, ну, тоже, как в Кидае своя финансовая система. Там, ну, как бы, нет там этих всяких западных банков, там... Ну, когда они выходят на мировой рынок, они проводки через какие каналы существуют? Неужели не через западные? Ну, наверное, через западные, но это, как бы, это не власть Запада. Просто заплатить... Вы считаете, что это ничего страшного? Ну, это не власть Запада. Китай все делает для того, чтобы избавиться от этой власти Запада. И у них есть в этом сильные успехи. И сегодня они в науке, в технологиях, они практически не зависят от Запада. В науке, технологиях... Да они как-то уже запад, ну, это фирмешки там. Вот для нас это западный какой-то там Липхер, для нас это... А с китайцем говоришь, президентом компании, для него этот Липхер, вот там, у Китая мощи больше. Просто вот эта глобализация... Вот Чувайс вот так же, или как вот эти вот глобалисты, там, многие в правительстве так же рассуждают. Ну, как же, вот 500 лет глобализации идет, там, Манила, там... Я не так же рассуждаю. Это я аргумент подбрасываю. Да, ну, они так рассуждают. Вот, нет, вы правильно, аргумент вы используете. Вот, и они так же рассуждают, что, ну, вот как же, мир глобальный, тесный, там, можно перелететь, там, за 12 часов, куда хочешь. Ну, вот это путь в никуда. Да, это путь к нашей деградации. Что, ну, они говорят, мир глобален, не производите самолеты, не производите автомобили, комбайны и тракторы, мы все вам привезем. Вот слушайте то, что говорит вам бюро РСПП. Они там, у них яхты, они живут там, гражданство, и того, и такое, и сякое. Вот это настоящие граждане, люди с широким взглядом. У вас гражданство российское только. Да. Отлично. Да. Вот. И вот это вот взгляд, он силен до сих пор, но это взгляд, который ведет к деградации нашей страны. И если мы этот взгляд не переживем, не преодолеем, то мы будем вымирать дальше. Вот. И, ну, вот вы говорите, мир какой будет. Ну, я верю, что Россия это переварит. Вот сколько мужиков поехало там рубиться на линии фронта, да. Ну, они же, наверное, все-таки, показывают силу народа нашего. Волю, что ли, подраться, отстоять свои ценности. Вот. Вот как-то нам бы тут в экономической, промышленной политике тоже волю какую-то проявить такую достаточную, чтобы вот не только кровью, но и как бы станками это все подтверждалось, наша воля к жизни. Вот. Я думаю, что это все будет хорошо, все преодолеем. Отлично, отлично. Через 20 лет встретимся здесь в студии и подведем некие пробежочные итоги. Ну, я думаю, что мы и раньше встретимся, будем еще время от времени обсуждать различные вопросы. В студии был Константин Бабкин, известный промышленник и политический деятель, кстати, совладелец с Рассельмашем. До свидания.